Доброе утро страна! У нас, как вы видите, все еще похолодание, обещают все нам потепление, но нет, каждое утро похолодание. Но тем не менее, все вокруг цветет, зеленое, радует глаз, и это уже, конечно, хорошо. Что ж жаловаться на то, что холодно, если так красиво вокруг. А тепло мы подождем, пусть еще недельку у нас побудет прохладненько, зато потом придет лето. Мы с тобой сегодня жуткие опоздуны. Ну, пока еще нет, сейчас в пробке постоим, тогда точно опоздуем. У меня вчера возникла гениальная идея. Я даже воплотила ее уже с Алсу, и теперь вас попрошу. Значит, кто умеет, кто может, кто знает, пишите мне комментарии на немецком языке. Для меня это будет хорошая практика, для тех, кто изучает немецкий, это будет тоже хорошая практика. Ну, а для тех, кто знает и умеет, ну, вам, в общем-то, все равно на каком языке писать комментарии, правда? Это вопрос, что делать с теми, кто не знает и не умеет. А вот это вопрос. Не, ну, все остальные, естественно, на русском. Русский никто не отменял, русский, украинский, пожалуйста, английский. Не, читать так это будут те, кто не знают и не умеют. Вот, считать, конечно, сложнее. С переводчиком. Да, научишь свою маму переводчиком пользоваться, тогда. А пусть мама не читает комментарии, которые ей не нужны. Тоже хорошо. Вот. А дойте надо практиковаться. Притом, пишите, пожалуйста, не «хок дойч», а именно вот как вы дома разговариваете с друзьями, с соседями. Ну, в общем, вы меня поняли. По-моему, так не пишут, нет? Пишут с сокращениями, со всякими там... Ну, допустим, «нихц» пишется в сообщениях как «никс». «Н-и» и «с» — «никс». Ну, там немножко учитель дает, как бы, такой разговорный немецкий язык, там, сокращения всякие, это очень интересно. Только когда вы пишете что-то неизвестное, вы мне, пожалуйста... Да, только не пишите молодежным смс-сленгом, потому что его расшифровать невозможно. С английского точно невозможно, когда половина буквосочетаний цифрами заменяется. Не, ну почему не пишите? Пишите, но только тогда в скобочках расшифровывайте. Да, с переводом. Ну, чтоб знать. Не, ну это классно. Я, допустим, была бы очень рада такому вот опыту. Опыту, опыту такой практики. Потому что, ну, надо как-то, ну, не только о высоком, да, разговаривать, классическим немецким, но как-то и общаться с людьми вокруг, а они-то общаются, как и мы, да, ну, на каком-то там суржике, с сокращениями, с какими-то выражениями абстрактными. Просто не носителю английского языка, допустим, читать молодежный смс-сленг носителя английского языка, то есть тот язык, на котором они смс-ками переписываются, невозможно вообще. Потому что он на 50%, на 25% состоит из замены букв на цифры, причем не букв, а целых буквосочетаний. Еще на 25% состоит из аббревиатур, которые они знают. А остальное идет абсолютно не литературные слова, которые адаптированы под быстрый набор. И если ты не носитель языка, прочитать одну смс-ку это целый челлендж. А мы, значит, растим двух детей, и нам нужен такой опыт. Сам и так. Потому что вскоре начнется. Ну, в общем, вы меня поняли, да? То есть ты собираешься читать смс-ки своих детей? Ну, нет, ну, не знаю. Возможно. А, засомневалась. Возможно, все возможно. Я считаю, что иногда это полезно. Конечно, нужно доверять ребенку, но контроль никто не отменял. И тишина должна быть в библиотеке. Естественно. Ты меня сбил с мысли о прекрасном. Взял вот так вот и все вот. Так и задумывалась. А ты, типа, не читал бы. Детей смс-ки? Да. Зачем читал бы. Я поставлю его по стойке смирно, и пусть вслух зачитывает сам. Чего я буду напрягаться? Не, ну, должна... Конечно, должна быть приватность какая-то. Одиновщину в армии. Я считаю, что детские соцсети, такие как Facebook, Instagram и все остальное, вообще должны быть открыты для папы и мамы. Facebook по EOLA End User License Agreement им не могут пользоваться дети до 16 лет. Если выясняется, что пользователь младше 16 лет, аккаунт блокирует. Прекрасно. Но это не отменяет другие сети? Я только не помню, 16 или 12 лет. Ну, это выясняется только, если кто-то настучит. Или если ребенок сам укажет возраст. по глупости. Не, ну, вообще, как бы, папа-мама может и не читать. Но даже то, что он открыт для папы и мамы, как бы, уже создает некоторые ограничения для ребенка. Я считаю, как бы так. Ну, обычно папу-маму в Facebook, в друзья, подростки не добавляют. Или пользуются теми соцсетями, в которых родители не присутствуют. Допустим, подростки, ну, там, на два поколения младше нас сидят в Snapchat все. В Snapchat. Да. А подростки современные, вот которые сейчас, которые там от 12 до 20 примерно, они же совсем в других соцсетях сидят. И это как бы, ну, статистически доказанный факт. Что они будут сидеть в тех сетях, в которых присутствие возрастной группы родителей наименьшее. Но потом они имеют тенденцию возвращаться к тем соцсетям, в которых сидели родители. Не, ну, я, допустим, не против доверия ребенку, как бы, да. Но тогда как обучить ребенка безопасному общению в соцсетях. Ограничить. Ограничить, ну... Потому что запретить невозможно, тогда он будет просто изгоем в классе. Все общаются, все там играют в планшете на какие-то игры, а твой ребенок просто как бы не может, потому что ты его хочешь оградить. Нет, ну, надо объяснять элементарные правила компьютерной грамотности и цифровой безопасности. Их не так много. Потому что то, что так, как они там общаются со своими друзьями, меня не особо интересует. Потому что и мы общались в свое время на разные темы, и как бы это приватность, да. А вот именно с кем общается ребенок, вот это я бы хотела контролировать. Ну вот. Хотя бы или контролировать, или как-то влиять на это, что ли. В Фейсбуке, по-моему, как такого parental control нет. Они просто решили это запретом присутствия подростков ниже определенного возраста. В Гугле, в Майкрософт аккаунтах у них есть программы parental control. Когда ты заводишь аккаунт с ребенку, и объявляешь, что он подконтрольный, подконтрольный такому аккаунту, и вот, все, ты его контролируешь. У меня вот у Кирилла уже есть на Гугле такой аккаунт. Не, ну да, у нас у Кирилла там все фильтруется. Вот. А каким образом вы решаете эту проблему? Может быть, у вас есть опыт уже с более старшими детьми, да, с подростками, с детьми? Старшим детям никто не запретит по-тихому свой аккаунт завести, и ты о нем даже знать не будешь, если он не спалится. Ну, я надеюсь, у меня для этого есть специально обученный муж, который будет контролировать это. На крайнике с интернетом-то я сижу. Ну да. Но тут надо как бы балансировать на тонкой грани доверия и контроля. Может быть, у вас есть какой-то опыт в этом, поэтому поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы справляетесь с этим, или просто не париться и забить. Все мы выросли, да, в какое-то время интернета, ну, мы-то, у нас как-то все равно. Мы не выросли в время интернета. Да, мы не настолько компьютеризированы были. Сейчас все совершенно иначе. В общем, делитесь своим опытом. Зашла в Алде, приодела Аню. Это вот сандальки такие. Ну, они, кстати, очень плотненькие. Но уже вот хочется, чтобы ножка дышала, да, то сейчас немножко потеплеет, и будет как раз хорошо в них в садик ходить. Это я вот ей купила такое платьюшко, типа футболка сверху и юбочка. Аня у меня любит такие платьюшные дела. Ну, я там смотрела ее открытую. Очень-очень хорошее качество. И вот такой вот комбинезон. Вот, на Анютку. Тоже хорошее хэбэшечное такое качество. Вообще класс. Вот, зашли. Вообще сегодня мы идем вечером к Стасу на работу. У него ивент на работе. Но они бы уезжали там барбекю всей компанией. И пригласили жены детей тоже. И у наших знакомых именно сегодня у ребенка день рождения. Вот мы ему купили такой пистолет. Ему, я не знаю, сколько ему, 11, наверное, или 12 лет. Но Стас сказал, что в любом возрасте мальчик обрадуется вот такой игрушке. Он сказал, что он бы тоже обрадовался. Вот. А деткам своим, ну, понятное дело, что они сейчас увидят и тоже захотят. Мы купили вот Кириллу вот такой вот вездеход. Вон там еще что-то включается. Вон, видите, там. Ну, посмотрим. Сейчас откроем. Они у меня там прибежали с садика и едят суп. Проголодались сильно. Сказали, что очень голодные. А Ане мы купили вот такую вот ленточку. Вот. Ленточка у нас будет такая красивая. Будет у нас девочка-гимнастка. Короче, вот. Пошли и просто потратили денег. Ну, смотрите, какие мы хвосты заплели. А ну, покажи наши хвостики красивые. Вот. Они шли в наборе, да? Вот такая лента у нас красивая. Ну, давай, показывай нам гимнастику. Вот она как. Ну, устучать не обязательно по полу. А теперь в разные стороны. Вот так помаши еще. Вот так. Нет, зайка, зайка. Вот так, смотри. Ой, ты замотала всю. Давай мама поправит. Так. Вот так вот. Вот. Видишь, как надо? Вот, отлично получается. Умница. Нравится, Анют? Нравится? Ну, видно, что нравится. Мы у Стаса в офисе. И вот так вот они работают. Вот у него тут тоже стена с картинами, с детскими. Рабочий стол. Настоящий, программистский. Совсем сразу. Вот такой прекрасный вид из окна. Ты доволен своим рабочим местом? Вполне. Ну, главное, эти удобные стулья. О, большой монитор. Да, зайка? О, Кирюнь. Кирюнь, ты тут был. Кирюнь, ты больше тебя знает. Ну, конечно. Тебе нравится у папы? Главное, вот у папы есть собратья на работе. Мамина улитка. Красоты. Вот здесь у них холл такой. В лампочках. Столбы. И мы идем на выход. Типа ресепшн. Вынесли подушки такие. Вот детки сидят, возле чипсов устроились. Сейчас таза работа находится вот на берегу такого канала. Я уже показывала в каких-то видео. Это, собственно, здание. Вот окнами выходит на канал. Красиво здесь. Вот так вот мы сидели до поздней ночи. И теперь будем идти на парковку, ехать домой. Смотрите, как красиво плющ. Вы чуть не упали. Смотрите, как красиво плющ обвил. Это что такое? Это газохранилище. Это газохранилище. Ты представляешь, возле какого опасного объекта мы сидели? Не работает? Хорошо. Тогда я спокойна. А это все офисные здания, да, я так понимаю? Это Штатверки главный офис. Вот это все. Это комплекс Штатверки. А это теплоэлектростанция. А это теплоэлектростанция. Ага. Ну, вообще они здесь же как-то не распространены. У каждого свое отопление. Ну, она, тем не менее, по трубам дает горячую воду. Вот это же отопление? Нет, это наш кондиционер от нашего здания. А, это вот здание, где Стас работает, а это его кондиционер. Ого. Ну, климат-контроль система. Ну, расскажи, во-первых, откуда у тебя такие прекрасные усы? Ну, я рылся в песке. Рылся. Рылся в песке, и поэтому у нас очень черные, грязные руки, да? Угу, не рылся. Ага. Ну, это же не все твои сегодня приключения, да? Теперь давай расскажи. У Никиты на день рождения. Да, был день рождения у Никиты. Я кушала на работе. А ты кушала типсы? Мы возле канала вот надели ей капюшон, и она отказывается его снимать. Да? Аня кушала чипсы. А еще ела картошку, да? И кукурузку. Вкусно было, да? А теперь расскажи про свой вот боевое ранение сегодняшнее. Видите, под глазом у него синяк будет. Ну, и как это было? Это мы шли с садиков в магазин все. Угу. И я не увидел, что стоит там какой-то знак или что-то, и ударился. Это не знак был, это был электрощиток. Угу. Нагуляный. Да. Едет, засыпает. Я его тут всячески развлекаю разговорами, чтобы он не уснул. Угу. А мы еще на заправку заехали, папа там заправляется, а детки уже куняют. Ну, Аню-то не страшно, если она уснет? А вот если Кирюша заснет, будет обидно. С такими грязными руками, и с такими прекрасными усами, не надо спать. Хорошо? Хорошо. Да.